Зеленский привел ужасающие, победоносные, трагические и невероятные цифры. Саммит НАТО тоже был в ударе, хотя саммит G7 назвали провальным. А вот на саммите НАТО тоже прозвучали определенные важные цифры. И друг друга убеждали, что они что-то могут. Но Турция опять внесла интригу в сборище НАТО. Ну а также цифры обмена, которые сейчас также очень интенсивно обсуждают в соцсетях. Приветствую, друзья, сводки с фронтов Украины и не только. 29 июня 19.00. И начну я с весьма странной математики от Владимира Зеленского, которой он поделился с разгулом, в смысле со сборищем стран НАТО. Я упущу тезис о том, что Украина боронит всю Европу. Сразу перейду к цифрам. Альтернативная математика, можно сказать, Зеленский заявил, что нужно понять, что не только мы теряем. Там, где мы теряем один танк, они теряют пять. Вот так мы боремся, но нам сложно. Ибо опять-таки другие цифры. На один наш танк у них десять танков. На одного нашего бойца их десять военных. Их в десять раз больше. И это очень сложно. Нам сложно, но мы стоим. Зеленский добавил, что Украине будет сложно стоять один на один против Российской Федерации. И мы можем не выдержать. Поэтому очень важна поддержка Европы и США. Но вот тут хочется сказать, позвольте. Но ведь Владимир Зеленский и ряд других украинских чиновников заявляли, что со стороны Украины около семиста тысяч участвуют в этом противостоянии. То есть, если в десять раз Российской армии, то это семь миллионов. И тут же Украина теряет один танк, а Россия, по заявлению Зеленского, хотя верите в эти заявления, вопрос тоже риторический, пять. Но тут же появляются какие-то десять танков против одного украинского. Но с другой стороны, мы же помним заявление украинских чиновников и различных Арестовичей, что танки заканчиваются и уже привозят старые Т-62, да даже Т-34 уже тоже привозят. Потому что танки заканчиваются. А тут оказывается их один к десяти. Они что, размножаются? Нет, просто это открытие военной математики от Зеленского. А еще я напомню, что Арестович говорил, что у России ракеты уже должны давно были закончиться. Но они все как-то не заканчиваются. Понятно, что весь этот спич альтернативной математики направлен был только на одно. Получить больше помощи, попросить больше санкций против России. Ну и конечно же, чтобы военная помощь в новых каких-то форматах была увеличена. Ну а сборище, пардон, собрание НАТО, конечно же, услышало Владимира Зеленского. И пообещали дать помощь. Ну а также звучали различные, ободряющие друг друга речи о победе Украины, к примеру. Что нужно обязательно поспособствовать победе Украины. Но вот тот же Шольц как-то не смог ответить на гарантии безопасности, которые возможно предоставить Украине в случае там чего-то. Можете посмотреть фрагмент этого видео на моем телеграм-канале. Вообще там я размещаю больше информации и материалов по понятным причинам. Но больше я обратил бы внимание на заявления членов стран НАТО о том, что будут увеличены военные бюджеты. К примеру, та же Германия. И так как бы финансовое положение в Германии не очень. С учетом, что будет с энергоресурсами, с промышленностью. А тут еще увеличиваются расходы на оборону. Конечно, американский ВПК будет очень рад. Но еще самый мирный альянс в мире увеличивает количество своих сил быстрого реагирования. С 40 тысяч до 300 тысяч. Самый мирный блок в мире. И вот Столтенберг озвучил цифры об вовлечении, о чем я только что упоминал. С 40 тысяч до 300 тысяч. А также, что конфликт на Украине закончится за столом переговоров. Но он должен закончиться на условиях Украины. Но также лидеры саммита НАТО в Матриде утвердили комплексный пакет помощи Украине. Сообщил Столтенберг. И этот пакет меня тоже этой помощи заинтересовал. Оказывается, он включает в себя коммуникации, поставки горючего, медицинское оборудование. Оборудование для противостояния биологическому, химическому и ядреному оружию. Оборудование для борьбы с дронами. Про ядреное оружие особенно интересно, так скажем. Ну и конечно же я не мог не обратить внимания на ярчайшего политика с Великобританией, эксперта с географией, ну а также стиля Жмеренко-79. И вот Листрас на саммите НАТО заявляет, что очень важно обеспечить поражение России в Украине. Это важно для существования безопасности, свободы и демократии в Европе. И это единственный путь, который мы сможем достичь продолжительного мира в Европе. Некоторые говорят, что есть возможность переговоров. Пока российские войска все еще в Украине, но я думаю, это даст нам ложный мир и приведет к дальнейшей Греции в будущем. Как уж хочется Великобритании, как вы видите, чтобы до конца, до последнего украинца. Ну а по большому счету, конечно же, хорохорились, как вы видите, увеличили военные бюджеты, помощь Украине. Ну а по факту, что Г-7 был провальным, как отмечают многие эксперты, так и этот саммит НАТО, но как-то пошел не туда. Ну и да, конечно же, Россия была названа угрозой для альянса, но также взаимодействие с Китаем. В то же самое время Китай заявил о том, что именно НАТО является угрозой. Ну а Турция опять задала загадку. С одной стороны, предоставила список, кого должны выдать Турции, по ее мнению. Страны, которые хотят вступить в НАТО, вот и посмотрим, как в принципе будет соблюдаться некоторыми оглашенные. А с другой стороны, так и заявили, ну это еще ничего не значит, что они дали согласие. Короче, сериал будет продолжаться. Ну а тем временем с фронтов Украины приходят данные, что какое-то количество бойцов ВСУ, боевиков и наемников Двинулись Лисичанска в Северск, и в это же время британская разведка сообщает, что идет продвижение российской армии, что продвинулись на определенных направлениях на 2 километра. Надеюсь, что не Листраслим рисуют географические карты, но это такое дело. Ну и конечно же новость об обмене, потому что почему-то в соцсетях это начали опять же активно обсуждать, как с Тайрой, некоторые аспекты. Я лишь выскажу свое мнение, что вообще обмен это очень тонкое, очень щепетильное мероприятие, и поэтому здесь, кажется, шум излишний бывает не нужен. Но вот ряд украинских ресурсов сразу почему-то подкачала математика. Сначала было озвучено количество бойцов по подразделениям, но в сумме это было больше, чем заявлена общая цифра в 144. Потом они поправились в своих цифрах, и в итоге 144 освобожденных, 43 из полка АЗОВ. Но также было отмечено, что большинство, кто попал под обмен, имели очень серьезные ранения и травмы. То есть ясно становится понятно, что продолжать боевые действия они точно не смогут. На этом, друзья, у меня пока все. Подписываемся на телеграм-канал. Дальше будет.